Что для Украины значит новый сценарий по Донбассу, о котором заговорили США и РФ. Тарас Казуб. Вести.УА. Украина. 27 марта 2018 года. На Донбассе объявлено перемирие, пасхальное. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась в Минске о полном прекращении огня на линии разграничения в зоне АТА с 30 марта. Тем временем переговорный процесс по Донбассу поставлен на паузу. В РФ продолжается перезагрузка после президентских выборов, а новый глава ГОЗД по США Майк Помпе не приступил полноценно к выполнению обязанностей. Однако в СМИ был озвучен любопытный вариант решения украинского вопроса, предусматривающий внедрение на Донбассе международной администрации по боснийскому образцу. Кому это выгодно и чем чреват сценарий для Украины? Информация появилась в американском издании ТИМИ, по данным автора, полученном от источников МИД РФ, Владимир Путин готов согласиться с введением на Донбассе временной международной администрации, как это было в Боснии или Косово. Одновременно, по данным собеседника издания, президент РФ не готов идти на уступки в крымском вопросе. Предложение тем более резонансно, учитывая, что после последней встречи спецпредставителя ГОЗД по США Курта Волкера с ПОМ-президентом РФ Владиславом Сурковым в Дубае, конец января, было оговорено предварительное согласие сторон на размещение в Украине миссии ООН, Сурков назвал подход США сбалансированным и вполне реализуемым, что вселило определенные надежды. Для Путина есть красные линии, заступить за которые он не согласится, и в вопросе Донбасса это сохранение лица, необходим компромисс, в рамках которого Москва и Вашингтон окажутся в выигрыше, считает эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин. Впрочем, пока такого решения я не вижу, разность позиций заключается в том, Украина придет на Донбасс или же Донбасс, в Украину, и пока ответа на этот вопрос нет, а все переговоры и форматы, это имитация процесса. На этом фоне информация о боснийском сценарии для Украины похожа на своеобразное приглашение к диалогу. Этот вариант гипотетический, причем это явно предложение США, ведь имена не были архитекторами соглашения, согласованного в ноябре 1995 в Дейтоне, о мире в Боснии и Герцеговине после разрушительного хорватско-боснийского конфликта. А в это, сказал вестям директор информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудиков, но сигналов о том, что Путин или Сурков готовы это обсуждать, пока нет. Впрочем, по данным политолога Константина Бондаренко, такой вариант обсуждался в Москве еще 1,5 года назад. Я часто общался с дипломатами из РФ, и они озвучивали мысли о боснийском варианте, как вполне приемлемом, еще в конце 2016 года. РФ хочет оставить за собой право принимать участие в такой администрации, либо лично, либо посредством стран-сателлитов, пояснил нам эксперт. Диктаторские полномочия соглашения в Дейтоне предусматривала введение на территорию Республики Боснии герцеговина контингента войск НАТО, 60 тысяч человек, половина американца, и ряд политических моментов. Государство формировалось из двух частей с одной столицей, а житель Боснии мог быть как гражданином Объединенной Республики, так и одного из двух образований. Функции главы государства передавались президиуму из трех человек, по одному от каждого народа. Но при этом в Боснию вводился верховный представитель, уполномоченный ООН и ЕС, с де-факто диктаторскими полномочиями. Он может распускать парламент, назначать министров, и его право деюри сильнее, чем даже Конституция Боснии, пояснил вестям Рудяков. Если подобное решение будет принято по Украине, речь пойдет фактически о нашей десубъективизации. Разговоры об отдельных элементах подобного соглашения, например, участие голубых касок, идут вовсю. Одновременно предложение не разрушает ни формат трехсторонней переговорной группы, Украина, Россия, ОБСЕ, ни другие форматы, в том числе и Минский. Международная администрация хоть прямо и не прописана в Минске, но если будет содействовать выполнению соглашений, особенно в политической части, по выборам амнистии, будет только приветствоваться, кто-то ведь должен контролировать выполнение соглашений. Так почему бы не международная администрация, предположил Бондаренко. С другой стороны, Украина действительно может попасть под внешнее управление на долгие годы. Альтернативную точку зрения выразил политолог Дмитрий Корнечук. По его мнению, происходящее – попытка навязать Украине некий сценарий, согласованный между Москвой и Вашингтоном по передаче Украины в сферу влияния АРФ.